Глава 33. Надменность народов. Те народы, которые не притесняли евреев, тоже будут уничтожены. Небесный суд осудит их за гордость и трусость, за высокомерие самомнения о себе, как хозяевах мира. Мудрецы говорят, Танхума Вайкра 7, «Погоним грешников, как море», Ишияу 47.20. Комментарий. Что это за море? Это волны, которые возвышаются в нем и гордятся, но поскольку каждая волна достигает берега, они разбиваются и возвращаются, и каждая следующая волна видит судьбу предыдущей, однако тоже разбивается, но вновь вырастает и возвышается, при этом не сожалеет и не раскаивается. Так же и грешники. Они видят злодейство друг друга, но гордятся, потому они и сравниваются с морем, так как успокоиться не могут там же. Грешникам нет покоя и отдыха в мире. Конец цитаты. В Танхума 96.2 сказано, Всевышний сказал, Каждый, кто возвышает себя, в конце концов горит в огне, как сказано в Айкра 6.2, и вознес его в огне. Комментарий. Это царство Эдома, превознесшего себя. Цитата. «Или вознесешь себя, как орел меж звезд, построишь себе гнездо, и я спущу тебя оттуда, сказал Господь». Авадия 4. «И будет приготовлено к сожжению, как сказано Даниил 7.11. «И станет дом Якова огнем, дом Йосефа пламенем, а дом Эсава соломой». Что имел в виду Моше, сказав, «Она будет вознесена огнем, а также Авадия 21. «Затем взойдут спасенные на гору Сион, чтобы судить гору Эсава». Конец цитаты. В Танхума Трума 7 сказано, Всевышний сказал, Несмотря на то, что вы увидите все четыре царства, возвышающиеся над вами и притесняющие вас, «Я посеял ваше спасение в рабстве». Конец цитаты. Шмот 25.6. Комментарий. «Много для освящения. Это царь Машиах, как сказано» Таилим 139.17. «Там я поставлю возвышение Давида, зажгу свечу Машиаха». В Танхума Трума 11 сказано, «Благодаря жертвеннику, огонь на котором не гаснет ни днем, ни ночью, я накажу царство Эдома огнем, и будет оно гореть и днем, и ночью, как сказано» Ишаяу 34.10. «Ни ночью, ни днем не погаснет, будет дымиться из поколения в поколение, оно будет навсегда уничтожено, никто в нем не выживет». Конец цитаты. «Нехватка смирения перед Всевышним и неверие в то, что Он присутствует в этом мире, происходит из человеческой гордыни и высокомерия». Эта гордыня питается материализмом, который, в свою очередь, есть плод научно-технического прогресса. Подобного рода материализм приводит к двум губительным результатам. Первое. Человек начинает мыслить в духе «Я и моя рука создали все это великое» Дворим 8.17, вследствие чего в нем растет гордыня. Второе. Обилие материальных благ делает человека рабом удовольствий и похоти. Так что он уподобляется животному. Мудрецы объясняют это в Танхума Трума 3. Цитата. «Пусть они принесут мне приношение». Шмот 25.2. Комментарий. «Это Божья заповедь Израилю построить храм, согласуется с Малахией». 1.2.3. «Господь говорит, я любил вас». Израиль спрашивает, как ты любил нас? И Бог отвечает, я ненавидел Эссава. Конец цитаты. Турнус Руфус однажды задал рабе Акиве вопрос, почему Бог ненавидит нас настолько, что сказал, я ненавижу Эссава. Раби Акива ответил, я отвечу тебе завтра. На следующий день Турнус Руфус спросил его, что тебе приснилось этой ночью, что ты видел? И раби Акива ответил, в моем сне были две собаки, одну звали Руфус, а другую Руфина. Турнус Руфус тотче же разгневался и сказал, ты назвал своих собак именами меня и моей жены. Ты заслуживаешь смерти. Раби Акива ответил, в чем отличие между тобой и ними? Ты ешь и пьешь, и они едят и пьют. Ты рождаешь потомство, и они рождают потомство. Ты умираешь, и они умирают. Ты гневаешься, потому что я дал им ваши имена? Конец цитаты. Вот важный принцип, объясняющий скорую гибель языческого мира. Мир был создан, чтобы человек принял ярмо неба и осветился через смирение и подавление злого позыва. Когда человек высокомерно предается похоти и мирским удовольствиям, тогда вместо возвышения до уровня ангелов-служителей он опускается до уровня животных. В таком случае, какая Богу польза от мира? Получается, что все народы, отвергнувшие небесное ярмо, считающие Бога чем-то неважным и тем более прямо отрицающие его существование, все они заслуживают смерти. Я бесчисленное множество раз цитировал высказывания мудрецов о том, что унижение Израиля от народов является хилул Гошем. Примечательно, что эта мысль содержится в стихе, предсказывающем избавление даже в отсутствии заслуг. Это стих Дворим 32-36. «Бог увидит, что силы ушли, что ни слабого, ни сильного не осталось». Конец цитаты. Этот стих ясно указывает на Израиль, но также и на Бога. Речь идет о следующем. «Однажды Бог увидит, что для народов и большей части Израиля его сила ушла. Он стал беспомощен. Бог увидит, что для многих евреев и неевреев он «ни что» в кавычках «упаси небо». Многим евреям, религиозным лишь формально, он «мешает» в кавычках. Для них он не способен действовать, словно царь, пойманный в локоны Широ-Ширим 7-7. Бог как бы не имеет никакого отношения к миру, отрезан от него. Бог увидит, что множество евреев механически соблюдают обряды и заповеди, но во времена преследований, в момент истины, отказываются от веры в Бога, перестают доверять Ему. Для таких людей Бог будет «оставлен» в кавычках, что является величайшим Хилул-Хашем. Тогда Бог решит осветить свое великое имя, превращенное еретиками в ничто мешающее и оставленное. Бог будет вынужден избавить свой народ, но не за наши заслуги. Горе глазам, которые увидят мессианские родовые муки и избавление в свое время. Вавада-Зара 2-бет, аналогичный источник Танхума 2-рим-9. Мудрецы пишут, что в конце дней, в эру Машиаха, Бог будет судить все народы, начиная с римлян. Это произойдет следующим образом. Бог спросит у них «Чем вы занимались?» И они ответят «Владыка Вселенной, мы создали много рынков, построили много бань и собрали много серебра и золота, и все это для Израиля, чтобы он изучал Тору». Бог тогда возразит «Глупцы, все, что вы сделали, вы сделали для самих себя. Вы создали рынки, чтобы разместить в них блудниц, бани, чтобы ублажать себя. Что касается серебра и золота, они мои, как сказано. Серебро мое, золото мое, говорит Господь воинств». Агей 2-8. Рим выйдет, и следующий войдет Персия. Бог спросит их «Чем вы занимались?» И они ответят «Владыка Вселенной, мы построили много мостов, завоевали много городов, вели много войн, и все это для Израиля, чтобы он мог изучать Тору». Бог ответит «Все, что вы сделали, вы сделали для самих себя. Вы построили мосты, чтобы собирать налоги, города, чтобы учредить общественные службы. Что касается войн, то их вел я, как сказано. Бог, владыка войны». Шмот, 15-3. Конец цитаты. Бог создал мир не просто ради прогресса или красоты. Вот как в Таргум Йонатан комментируется стих Берешит, 2-15. Господь Бог взял Адама и поместил его в Эдемском саду, чтобы возделывать его и наблюдать за ним. Комментарий. Бог взял Адама с горы поклонения, то есть с горы Муриа, из которой он был создан, и поместил его в Эдемском саду. Чтобы трудиться в Торе и соблюдать ее заповеди. Этот комментарий согласуется с другим. Пиркей де Раби Элейзер, глава 12. «Откуда он взял его?» «С места храма». «Он привел его в свой дворец, как сказано. Господь Бог взял Адама и поместил его в Эдемском саду, чтобы возделывал его и наблюдал за ним». Какая работа там происходила, что сказано «возделывать его и наблюдать за ним». Нельзя сказать, что Адам должен был подрезать виноградники, пахать, рыхлить землю, собирать снопы и урожай, ибо все деревья росли сами по себе. Но возделывать его и наблюдать за ним означает изучать Тору и хранить путь древа жизни. Древо жизни может означать только Тору, как в стихе. «Это древо жизни для всех, кто держится за него». Мишлей 3.18 Конец цитаты Вот оно, предназначение человека и замысел его Создателя. Конечно, Бог велел человеку совершенствовать физический мир, но только как символ совершенного мира под правлением всемогущего Бога. Конечно, человек обязан плодиться и размножаться, чтобы совершенствовать и улучшать этот мир. Ишиягу говорит, 45.18 «Он не создал его пустыней, он образовал его для заселения». В Псахим 88.8 сказано «Мир был создан только для того, чтобы плодиться и размножаться». Однако не будем путать средства с целью. Любой материальный прогресс человека на земле является лишь символом его духовного прогресса. Физическая красота вторична по отношению к духовной. Бог дал человеку заповедь, текун, улучшение мира своим трудом. Трудясь физически, человек должен понять, что он обязан трудиться и духовно, совершенствуя свою личность. Да, Бог дает плоды, но человек должен приготовить их, чтобы они были съедобны. То же относится и к одежде, и к любой другой области жизни. Бог создает материал, человек совершенствует его и приспосабливает к своим нуждам. Когда Бог закончил творение, Он повелел человеку соблюдать субботу, чтобы всегда помнить о Своем Творце. Но Он также дал и другую заповедь – «Шмини» – своего рода восьмой день после седьмого. Этот символический день предназначен для бесконечного развития. Он включает в себя все время после творения. Вот почему Бог постановил, что на восьмой день человек должен усовершенствоваться, обрезав часть своего тела. Как говорят мудрецы, недарим 31 бет. «Велико обрезание, ибо после всех заповедей, которые совершил Адам, он не был назван совершенным, пока не обрезался». Как сказано, «Ходи передо мной и будь совершенен», – Берешит 7.1. Раша комментирует, Берешит там же, «Пока на тебе твоя крайняя плоть, ты обезображен передо мной». Конец цитаты. «Человек был создан физически и духовно обезображенным, чтобы впоследствии он усовершенствовал и себя, и весь мир. Следовательно, заповедь связывает обрезание с усовершенствованием. Обрезавшись, человек восходит на новый уровень духовности, на котором должен оставаться всю свою жизнь. Мудрецы учат». Танхума, Лех-Леха, 16. «Когда Бог сказал Аврааму, «Ходи передо мной и будь совершенным», – Авраам начал выражать озабоченность. Он сказал, «До сего дня я был совершенным. Если я совершу обрезание, я стану несовершенным». Бог ответил, «Ты думаешь, что ты действительно совершен? У тебя нет пяти органов. Пока ты не обрезался, твое имя – Авраам, чье числовое значение – 243, число органов в человеческом теле – минус пять. Обрежься и будешь совершенным». «Когда Авраам обрезался, Бог сказал ему, «Теперь ты будешь не Авраам, а Авраам», – Берешит, 17.5. Бог добавил букву «Хэй», что сделало его имя равным 248 числу органов в человеческом теле. «Вот что Бог имел в виду в словах «Будь совершенным».» Конец цитаты. Смысл обрезания – исполнить Божью заповедь совершенствоваться. Хотя человек теряет часть своего тела, на самом деле оно становится более полным, законченным. Следовательно, обрезанный нееврей все равно считается «орел» – необрезанным. Мишна не дарим там же. Цитата. «Если кто-либо дает обет не извлекать выгоду из необрезанных, ему запрещено извлекать выгоду из обрезанного нееврея». Конец цитаты. Дело в том, что обрезание не способствует духовному росту нееврея, без чего оно лишено смысла. Заповедь требует обрезываться именно на восьмой день. В этом мы видим предназначение земной жизни человека. Обрезание символизирует внутреннее совершенство путей и черт характера, завершающие семидневный процесс творения – шесть дней плюс суббота. Согласно Меноход 43-бет, царь Давид пришел в банный дом и обнажился, лишившись заповедей Тфилин, Цицит и Мезуза. Но как только он вспомнил обрезание своей плоти, он успокоился. Выйдя, он воспел оду обрезанию. Цитата. «Главному музыканту о восьмой» – Таилим 12.1. «Об обрезании, назначенном на восьмой день». Конец цитаты. Итак, обрезание человеческого тела символизирует все заповеди, ибо предназначение человека – соблюдать заповеди с целью усовершенствовать себя и мир под правлением всемогущего. Архим 13-бет, цитата. «У храмовой арфы семь струн», как сказано. «В твоем присутствии полнота, сова, радости». Таилим 16.11. «Читай не сова, но шева семь». «У арфы мессианской эры будет восемь струн», как сказано «Главному музыканту о восьмой» – Таилим 12.1. «О восьмой струне». Конец цитаты. Смысл сказанного понять несложно. Храм символизирует идеальный, совершенный мир, желаемый Богом. Такой мир не требует усовершенствования, потому что он уже совершен, свят и чист. Следовательно, храм не нуждался в символе очищения – восьмиструнной арфе. Для храма хватало арфы с семью струнами, поскольку число семь символизирует святой и полный мир. Однако в эру Машиаха произойдет истинное и окончательное освящение этого испорченного мира, и это как раз символизирует восьмиструнная арфа. Теперь нам становится ясно, что любые культуры и «достижения» народов и евреев-отступников, основанные не на Торе, а на красоте и искусстве как таковых, есть не что иное, как пустое высокомерие. Вот что сказано в Торе об этих культурах на примере сына Ноя Яфета. «Да распространит Бог Яфета, но да поселится он в шатрах Сима» – Берешит 9.27. В Йома 10 алиф комментируется «Хотя Бог распространит Яфета, божественное присутствие будет покоиться только в шатрах Сима». Конец цитаты. «Вся мудрость народов бесполезна и бессмысленна в глазах Бога, вся мудрость человека – ничто перед ним. Мудрость нееврея Яфета будет приятна Богу только в том случае, если она живет в шатрах Сима, то есть ее единственный смысл – освящение Божьей Торы. Мудрецы учат, а вот 3.9. Кто ставит свой страх греха перед своей мудростью, увидит, как его мудрость продлится». В Эхараба 2.13 есть похожие слова. «Если человек скажет тебе, что у народов есть мудрость, верь ему. Если он скажет тебе, что у них есть Тора, не верь ему». Санейдрин 59 Алиф. «Нееврей, изучающий Тору, заслуживает смерти». Конец цитаты. Из этого мы извлекаем важнейший принцип. «Вся мудрость народов основана на высокомерии и самовозвышении, поскольку без Торы мудрость лишена духовности. Такая мудрость не возвышает плоть и не облагораживает дух, но воспитывает надменного человека, бросающего вызов своему Создателю. По этой причине нееврею запрещено изучать Тору, ведь он не собирается бороться со своим эгоизмом, а просто ищет очередной «мудрости» в кавычках. Вся мудрость человека, все его достижения, творения и изобретения должны быть поставлены на службу Творцу, подчинены ярму неба. Поскольку народы это не понимают, поскольку они надменно вознамерились стать мудрее самого Бога, их постигнет Божья кара – смерть. Более того, когда высокомерно ведет себя целое государство, оно объявляет войну своему Создателю – Богу. Оно объявляет войну своему Создателю – Богу. Великолепно. Великолепно. Великолепно.